Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия В 2022 году сотрудниками регионального управления было рассмотрено более 52 тысяч заявлений, поступивших на единый портал государственных услуг. Концепцию развития малой авиации разработают в Карачаевой, Черкесии. Вопросы по развитию малой авиации в регионе обсудили в рамках совещания, прошедшего в Доме правительства под председательством заместителя председателя правительства Карачаевой, Черкесской республики Евгения Полякова. Участники мероприятия подняли вопрос модернизации транспортной инфраструктуры и скоординированного развития системы пассажирских перевозок с учетом улучшения доступности приоритетных туристских территорий, включая авиаперевозки. В качестве территории, подходящей для взлетной площадки воздушных судов малой авиации, предложен земельный участок близ региональной столицы. Помимо этого, планируется выделить дополнительные территории вблизи туристических кластеров региона для развития малой авиации и использования ее как туристической услуги, а также для организации поисково-спасательных операций, которые жизненно необходимы. В Доме печати прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российской печати. Чествование журналистов, которые внесли значимый вклад в становление и развитие СМИ республики, уже стало доброй традицией. Этот праздник является профессиональным для целого ряда профессий. Это не только журналисты, но и ряд других профессий, от работы которых зависит выпуск печатных изданий. С приветственным словом к собравшимся обратился министр Карачаева Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он поблагодарил журналистов за активную работу и вручил от имени главы и правительства республики юбилейные медали столетия образования КРЧР, а также грамоты министерства, отличившимся сотрудникам редакции газет. Поздравил сотрудников региональных СМИ и вручил дипломы и грамоты за активное сотрудничество председателя Карачаева Черкесского регионального отделения общественной организации СССР журналистов России Увжук Тхагапсов. Мы собрались чествовать журналистов с Днём Российской Печати, поэтому от всей души поздравляю не только нынче работающих, но и ушедших на пенсию заслуженную, и тех людей, которые не смогли оказаться в нашем кругу, но душой и сердцем с нами. В Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошла долгожданная организационная конференция Союза писателей Карачаева Черкесии, по сути, восстановившая эту организацию, юридически не существовавшую с февраля 2022 года в её законных правах. Участники конференции избрали председателя писательского союза, а также мандатную комиссию, которой займётся разработкой его устава. Новым председателем единогласно был избран заместитель министра по делам национальностей, массовым коммуникациями печати Ислам Хубиев. Это очень ответственная должность. На самом деле я сейчас думаю, видимо судьба такая у меня была, я должен был взять вот эту ношу и нести её. Ну во всяком случае у меня будет совесть чиста по отношению к вам, но обещаний я никому давать не буду, буду делать всё, что в моих силах. Карачаево-Черкесия заняла второе место среди регионов России по производству минеральной воды в прошлом году. По данным Центра развития перспективных технологий, первое место в рейтинге занял Ставропольский край – 425,5 млн литров минеральной воды. В 2022 году в нашей республике произведено 402 млн литров минеральной воды. Ну а на третьем месте Краснодарский край – 71 млн литров. Более года назад стартовала маркировка минеральной воды и есть уже значительные результаты. Производители наращивают объёмы производства, а нелегальный бизнес выходит из тени. Этот показатель дальше будет расти благодаря поэтапному внедрению маркировки в отрасли, считают специалисты. Карачаево-Черкесия заняла 31 место в номинации «Самоактивный регион» во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности. К участию были приглашены пенсионеры и граждане старшего возраста, обучившиеся работе на компьютере и в интернете, как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы. Более 5000 заявок поступило на конкурс, из них 4558 работы с 78 регионов прошли первый этап конкурса. От пенсионеров нашей республики на конкурс поступило 24 работы. В России выявлен первый случай заболевания кракеном под вариантом омикрон-штамма коронавируса. Насколько этот вариант опасен для человека, в чем его отличие от других, а также как его распознать, рассказал руководитель Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Сергей Бескокотов. Он выделен сейчас у нас в России пока еще в единственном экземпляре в Пензенской области. До нашей республики он пока не добрался. И в случае попадания к нам, я не думаю, что какие-то изменения либо в тактике лечения, либо в диагностике будут сделаны. Скорее всего, этот подвид вируса распознают только лишь при лабораторном обследовании. Единственное, что в этом вирусе немножко вызывает опасения, его заразность. Говорят, что он как бы побольше заразен, чем остальные подвиды вирусов. То есть, большее количество человек может заразиться в случае его проникновения к нам от одного больного. Но если сразу сказать о мерах профилактики этого вируса, они остаются те же самые, как при любой вирусной инфекции. Это и коронавирусная инфекция, это грипп, ОРЗ. Это, во-первых, специфическая профилактика, это проведение вакцинации. У нас есть в республике вакцина, которая также эффективна и против этого вируса, так называемого подвида вируса, микрон-кракена. А также другие неспецифические методы профилактики. Это соблюдение масочного режима. Это проведение витаминизации или просто принятие витаминов. Это нужно одеваться по погоде перед выходом на улицу. А в случае заболевания, естественно, сразу же нужно обратиться к врачу и принять меры для изоляции больного. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачаево-Черкесии по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом рассказала начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей Республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в Республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6, то есть Республика дополнительно дает 6%, а Федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, ну и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, птизиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в сентябре этого года на базе Центра дополнительного образования детей откроется первый в регионе Центр цифрового образования детей IT-куб. Сегодня подобные центры создаются по всей стране. Их основная цель – дать школьникам с 1 по 11 класс и возможность практической деятельности по направлениям, связанным с цифровыми технологиями. В современных условиях подрастающему поколению просто необходимо быть грамотным и продвинутым в IT-сфере. 18 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» откроются в Карачаево-Черкесии в текущем году в сельских школах. В прошлом году региональная сеть центров «Точка роста» увеличилась на 26 подразделений. Всего в республике функционирует 113 центров. К 2024 году они будут открыты практически во всех сельских школах. Министерство культуры Карачаево-Черкесии совместно с Союзом московских архитекторов разработало концепцию модернизации республиканской системы культурно-досуговых учреждений. Комментирует информацию министр культуры региона Зурапа Гербов. Смысл проекта – это не только разработать новую архитектуру, новое здание. Смысл проекта в том, чтобы мы вместе со специалистами, которые работают в домах культуры, вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами сформулировали, каким должен быть дом культуры, чтобы быть интересным в наше время. Наш зритель отвлекается на социальные сети, на гаджеты. Как нам сделать дом культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе? Чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов? И как на всем этом зарабатывать? Потому что здесь огромный потенциал культуры в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. Строить нужно такие здания, которые можно использовать самым разнообразным образом, меняя наполнение и активность внутри каждого из залов. И третий вывод, который мы сделали – дома культуры, они должны быть со своим духом, со своим лицом, со своей культурой, историей. Выражается это все, конечно, через локальную идентику, то есть через детали, которые отражаются и в интерьере, и в оформлении, в дизайне, в архитектуре самого здания, позволяя каждый дом культуры делать уникально, даже если он идет по типовому проекту. Отделения Социального фонда России в феврале начнут предоставлять специальную социальную выплату медицинским работникам после того, как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую поддержку. Новая выплата, введенная постановлением правительства страны, с января этого года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения центральных, районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18 тысяч рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации. Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования себе или ребенку теперь можно и на госуслугах. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант нет необходимости. Теперь можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записе к врачу или прикреплении в поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета. Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании, сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете. В Карачаево-Черкесии Министерством природных ресурсов и экологии совместно с Министерством образования продолжается работа по возрождению культуры школьных лесничеств. Практика работы школьных лесничеств, которая существовала в советское время, за последние десятилетия практически прекратила свою деятельность. В настоящее время на территории республики действует уже пять школьных лесничеств на базе школ в Карачаевском, Зеленчукском, Хабецком и Урупском районах. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Медина Боташева. Школьное лесничество – это такое добровольческое направление, которое было еще популярно в очень советское время. И вот сейчас, в том числе на федеральном уровне, идет политика возрождения и традиции школьных лесничеств. У нас в республике непосредственно самих структурных учреждений лесничеств, и на базе каждого созданы именно школьные лесничества. Количество их участников – это уже порядка ста человек, совокупно в каждом районе, закрепленные за каждым лесничеством. В настоящее время мы совместно с Академией, с Министерством образования подготовили региональный план развития школьных лесничеств, в который входят и просто просветительские мероприятия, и именно научная часть, научно-опытная часть, которая как раз-таки нам могут помочь и подсобить действующие специалисты лесной отрасли и будущие лесники, которых выпускают на кафедре. Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы поселка Московского у Зигутинского района, которая обвиняется по статье 106 Уголовного кодекса страны, то есть в убийстве матерью новорожденного ребенка. Подробности у старшего помощника, руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Следственного управления Республики Евгении Перфиливой. Следствием установлено, что ночью 6 апреля 2017 года женщина, находясь по месту своей работы в хлебопекарне, родила жизнеспособную девочку. Сразу после родов, думая, что не сможет содержать и воспитать ребенка ввиду тяжелого материального положения, опасаясь морального осуждения со стороны родственников и знакомых, которые не знали о ее беременности, обвиняемая совершила убийство новорожденной, причинив ей колоторезные ранения в области шеи. С целью сокрытия преступления она уложила тело девочки в картонную коробку и оставила ее в воде на левом берегу поймы Большого Ставропольского канала. Найти злоумышленницу по горячим следам не представлялось возможным, так как она на учет по беременности и родам не вставала, а после совершенного преступления она на протяжении пяти лет скрывалась на территории Краснодарского края. В ноябре 2022 года в экспертно-криминалистический центр МВД ПКЧР была назначена дополнительная маникулярно-генетическая экспертиза по имеющимся объектам, в ходе проведения которой по новым технологиям был установлен генотип отца и матери новорожденной девочки. Матерью оказалась 29-летняя уроженка микрорайона Московский города Усть-Жигута, которая в ходе следствия полностью признала свою вину в содеянном, раскаялась и при проверке показаний на месте детально рассказала все обстоятельства. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Зеленчукский районный суд приговорил к отбыванию наказания в колонии-поселении подсудимого, повторно севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Информацию прокомментировала помощник прокурора Карачаева-Черкесии по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Зеленчукским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Прим Уголовного кодекса РФ, выразившегося в управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее административному наказанию. Под материалом дела злоумышленник, имеющий судимость за ранее совершенное аналогичное преступление в сфере безопасности дорожного движения, вновь сел за руль транспортного средства, находясь в состоянии опьянения. Суд принял за основу доводы государственного обвинителя и вынес обвинительный приговор. Подсудимому назначена реальная мера наказания в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Одновременно подсудимый лишен судом права управления транспортными средствами на период в течение 4 лет 6 месяцев. Дорожники Северного Кавказа обеспечивают безопасность движения на федеральных трассах в зимний период. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. С декабря 2022 года на подведомственной сети задействовано порядка 660 единиц спецтехники и подсыпано более 50 тысяч тонн песко-соляной смеси. Дорожники очищают проезжую часть от снега, борются со скользкостью, расчищают тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, очищают дорожные знаки, барьерные ограждения, светофоры и направляющие устройства, а также устраняют снежные валы на обочинах. В Карачаево-Черкесской республике задействовано 75 единиц спецтехники и 45 дорожных рабочих. Использовано 8,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. В ауле Хабес прошел кубок комплексной спортивной школы «Победа» по волейболу, в котором принимали участие 6 команд из разных населенных пунктов. В результате упорной борьбы призовые места достались спортсменам Хабеса, Беслинея и Малого Зеленчука. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!